Трейлер начинается с того, что Яхве объявляет Исиду своим преемником. И сходу начинается путаница. Нам показывают церемонию принятия Исиды и шрифта. Это 16-я страница 543-й главы. Однако фраза о преемнике в манге звучит раньше, на 4-й странице. Там в манге Яхве делал объявление в большом зале, с огромным во всю стену штандартом. Ну, видимо, решили запихнуть в трейлер всего побольше. Ладно, дальше нам показывают Базби, который ожидаемо бесится от того, что нового человека приняли в организацию и сразу же представили преемником. Этому моменту соответствует седьмая страница этой же главы. Разве что внутренний вид зала отличается. Дальше нам показывают, что не все штерны согласны с Базби. Причем фразы «глупости» и «пофигу» говорит, судя по всему, Лильтота Ламперт, а не Бомбиета, как может показаться. Следующий кадр — разговор двух бывших друзей Базби и Югро Махашвальта. Но на фоне говорит «эта битва неинтересна кто-то третий». Я не нашел в манге похожую фразу. Возможно, трудности перевода. Либо моего, либо русской версии манги. Поэтому лишь предположу, что это говорит Наклевар, который по манге тоже участвовал в разговоре. Фразы Исиды «я порвался всем прошлым» также не было в манге. Видимо, его разговор с Яхве в аниме удлинят. Кстати говоря, мы же еще не знакомы. С вами Стил, вы на канале Стил Эдитинг, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Дальше в трейлере идет воинственное воззвание к Штернритерам. Слова, скорее всего, принадлежат Хашвальту. В этот момент происходит жутчайший фан-сервис, когда нам показывают Штернов ровно так же, как когда-то представляли Эспаду Айзена. Решили надавить на ностальгию. Понятное дело, такого не было в манге, но я лично только за. Я бы, конечно, перечислил всех сидящих Штернов по именам, по эпитетам, по буквам, но нафиг оно вам надо, да? Но, как вы уже догадались, здесь сидят не все Штернритеры. Но, тем не менее, расположены они исключительно в алфавитном порядке, что указывает на жесткую дисциплину Квинси. Сравните их с оболтусами Айзена, которые все из себя такие личности и сидят как попало. Идем дальше. И нам показывают вторую атаку Квинси на Сарайтей. И его купол, через который когда-то прорывались Ичига с компанией, чтобы спасти Рукию, заволакивает тень. Этому моменту соответствует 10 страница 546 главы. Причем, в манге косяк. Вокруг Сарайтея должны располагаться обширные кварталы Рукангая. А у нас тут чисто пустыня. В аниме же угол немного другой, так что, можно сказать, косяк исправлен. Затем нам показывают Ичибея, который сокрушается о том, что Шинигами за тысячу лет мира ослабели. Об этом же говорил Яхве, умирающему Ямамото. На основе этого я создал ролик, где попытался доказать, что больше всего вреда обществу душ принес Генрю Сай. Можете посмотреть по подсказке справа сверху. А вот в манге он такого никогда не говорил. Видимо, решили еще раз указать на то, почему Шинигами такие немощи. А вот Ичига, берущий свои зонпакта, был в манге. Вот эта страница. Следом в трейлере Яхве пафосно выдает, что война окончится здесь. В 546 главе есть схожий момент, но нет похожих слов. Похоже, снова что-то добавят. Тренировки руки и Рэнджи были в манге. А Рихиме с Чадом Чилищи и Вуэкомунда тоже. Разве что никаких юмористических сцен с Пешей и Данда Чакой в манге не было. А значит, нам добавят больше юмора? Да нет, бред какой-то. Дальше нам показывают кусочки из боя Базби против Тоушер. Для тебя, Капитан Хитсугая. Капитана Хитсугая и Мацумото. Тут все в точности по манге, и они по-прежнему не думают цензурить прелести Мацумото. Этот бой происходил в 547 и 548 главах. Причем, нам жирно намекнули, что не стали вырезать юмористическую вставку с подкалывающей своего капитана Мацумото. Неужели они намекают на то, что вырезней будет меньше? Ну что ж, посмотрим. Дальше нам показывают уже завершение этого боя, а именно приход Канду. Еще показывают Би-Джи 9 и то, как Амаэда отказывается отвечать где Сайфон три раза подряд. После чего появляется и сама Сайфон. Небольшая сцена с маском Демаскулином, это не очень интересно, зато показали Майюри в новом прикиде. В манге он выглядел средненько. Понятно, что он в одежде, которая вся светится. И показать это в черно-белой или, ну пусть даже раскрашенной манге можно, лишь уповая на воображение читателя. В аниме же аниматорам надо показать наглядно, и они с этим справились, так что лайк. Противником Майюри выступает Аскин Нак Левар, а не Айзен. Кто вообще до такой глупости додумался, чтобы сам Айзен прислуживал какому-то Яхве. Пока что в рамках манги да, некоторые моменты переставлены в разном порядке, но это нормально для трейлера. А вот следующую сцену стоит выделить отдельно. Тут Хирака Шинджи сначала стоит перед толпой рядовых Квинси, а потом говорит сокровенное Банкай. И мне под роликом с переводом трейлера, да, он на русском, можете сами перейти по ссылке справа сверху и посмотреть. Так вот, мне начали писать, что Банкай говорит не Хирака, а Аторибаши Рюджера это он юзает Банкай Киншары. Ребят, где вы этого нахватались? Это ж вы не сами додумались. Вас по-любому кто-то сбил с панталыку. Ладно, вот вам кусочек японского голоса капитана Аторибаши. А вот вам голос, который говорит Банкай. Не, ну если это такой прикол от Куба, тогда я снимаю перед ним шляпу. Вы спросите, что все так расхайпились от Банкая? Да то, что Хирака не использовал Банкай. Ни в этом моменте, ни в других. По манге он вообще глупо огреб люлей и выпал из повествования. Банкай же показывается только в новелле. А вы знаете, что я отношусь к новеллам как к максимум расширенной вселенной. И полуканону. И стараюсь не тянуть оттуда инфу, чтобы похайпить, как другие ютуберы. Так вот, по новелле он не имеет права использовать свой Банкай, если рядом есть союзники. Тут же он его использует прямо посередине серейтея. Куба 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 перелопатить повествование и переставить не только события, но и механику работы Банкая? Ну или новеллы объявляются не каноном и Куба сейчас сам переделывает канон начисто? Я не знаю. В общем, ситуация не только неоднозначная, но и беспрецедентная. Ладно, идем дальше. А дальше нам показывают новую силу капитана Камамуры и его Банкая в битве против Бомбиеточки. Его перебивает показ от Арибаши и Кенсея в Банкая, который кричит на своего лейтенанта Хисаги, если вы не поняли. Дальше снова Бомбиеточка, только уже с включенной Квинси Банкой, а потом она же только проигравшая и ее подружки, которые глядят сверху вниз. Все это происходило в 558 главе. Ну а фразу про чай говорит главнокомандующий Киараку, Югрому Хашфальту, когда тот уходит после короткой стычки. Затем нам показывают внешний вид новой шмотки Ичига, потому что куда трейлер без главного героя? Ну и как вишенка на торте очень быстрая нарезка кадров под конец. Санду нападает на капитана Хитсугаю, ибо с кем-то дерется, вроде как новая сцена. Сердце на блюдечке, просто сердце крупным планом, что такого-то. Кто знает, тот знает, кто не знает, спойлерить не буду, да и вам не советую. Кадра с Хинамори, вытаскивающей табиумы из камней в манге не было. Видимо, новая юмористическая сцена. Би-Джи-9 обстреливает ракетами с айфон, ну, было в манге. Хисаги дерется с маскулином, возможно, добавили новую сцену, я не помню в манге такого фрейма. Большой взрыв, скорее всего, выстрел Джакухо Райкобен, капитана с айфон. Сидящее у Китаки было в манге. Юмичико Сыкаку не было в манге новая сцена. Вода, стрелы и человек. И тут мне снова начали писать, что это таки надо из новелл. Я вам так скажу, этот кадр может быть вообще всем, что угодно. От предыстории Короля Душ до Купания Дона Каноджи. И пока нам это не покажут в полноценной серии, я лично не буду делать скоропалительных заявлений. Зафиксировали? Переходим к общим вопросам. Как вы уже заметили, Риацю Ичига в трейлере стала разноцветной, показывая, сколько разных сил скопилось в нем. В манге это не было сильно отражено, так что находка годная, хотя и выглядит немножко смешно. Дальше вот этот вот момент. Это 554-я глава. Яхва наблюдает за тем, как его штерны включили Квинси банки. И еще в манге четко было видно, что они все одинакового цвета. А вот в трейлере они разноцветные. Этот шаг к большему разделению цветов среди Квинси уже был сделан на блюрей версии первой части ТКВ. Там Роберту Акутрону поменяли цвет на светло-зеленый. Кстати, я сейчас делаю видео со сравнением телевизионной и дисковой версии аниме, так что подпишитесь и прожмите колокольчик, чтобы не пропустить. Там будет на что посмотреть. Так вот, я лично очень рад тому, что драки против Квинси не будут одинаковыми уныло-синими. У нас уже был один унылый килги-опи, бой с которым был синим настолько, что выжигал глаза. А в целом по трейлеру видно, что графику подтянули. Вырисню мы с вами будем искать позже, уже после выхода серии. Ну а сейчас понятно, что новых сцен будет просто дофига. И это хорошо. А то я уже начал сомневаться в словах Куба о том, что будут дополнительные бои, которых не было в манге. Слегка расстроило красное небо во время боев с Квинси. Эти эксперименты с новым цветокором их до добра не доведут. А вот насчет 3D банка Камамуры я не сильно расстроился. Выглядит сносно. И уж куда лучше 3D скелетов банка Ямамото. А какие у вас эмоции вызвал этот трейлер? Поделитесь ими в комментариях. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok